В День России в Одинцовском историко-крывеческом музее прошло открытие сразу двух художественных выставок. Представленные работы авторы посвятили Родине. Наш музей развивается. Мы стараемся показывать очень разных художников. Кто-то соглашается с нашим выбором, кто-то не соглашается, но это совершенно для нас даже интереснее. Выставка Анатолия Васильевича Попова «История России. Славные страницы» посвящена знаковым событиям отечественной истории – основанию Санкт-Петербурга, строительству российского флота, славным победам русского оружия. Здесь небольшой уголок о истории России, о подвигах боевых, о полководцах. Прежде всего, Александр Васильевич Суворов, знаменитый фельдмаршал. Здесь шагает он по знаменам, поверженным знаменам врагов. Работы Геннадия Дубровина отличаются новаторством. Композиции его полотен оригинальные и самобытные. Художник не боится совмещать в одной картине несколько зрительских ракурсов. От этого острая динамика многих холстов. После того самого реализма, после того самого понятного для зрителя изображаемое, это тот самый взгляд, с одной стороны, вглубь субъективизма предмета, то есть его сущность понятия, а с другой стороны, то самое плоскостное решение, достаточно на самом деле понятное, на самом деле доступное и на самом деле приятное для нашего глаза. Анатолий Попов и Геннадий Дубровин признаны заслуженные мастера живописи, при этом с очень различной подачей манеры исполнения своих работ. Современное искусство невозможно без анализа. Современное искусство невозможно без очень тонкого внедрения в полотно, без осознания сочетания форм, плоскостей, цветных пятен, линий. Это все считывается у художника. После посещения выставы гости сами могли почувствовать себя немножко художниками. На протяжении всего дня на улице проходил праздничный флешмоб «Поздравь свою страну». Сегодня целый день на нашей открытой площадке работает флешмоб. Любой человек может подойти к нашим мольбертам и что-то нарисовать, а может быть что-то написать и пожелать музею, стране и всем нашим жителям. Полина Толмачева, Ферид Херидинов, телекомпания Одинцова.